Итак, друзья, у нас сегодня очень интересный автомобиль, на обзоре ему исполняется 20 лет, в 2019 году Появился он в далеком 99-м, и это класс супер мини Шкода Фабия Но в отличие, друзья, от 99-го года, в 2019 году этот автомобиль, конечно, выглядит немного иначе Но этот класс супер мини, причем в данном случае действительно супер автомобиль, он остается Почему супер? Да потому что это классный, уже легендарный городской автомобиль Он действительно небольшой, да, в нем не так уж много места, мы это вам покажем внутри Но в этом автомобиле есть свой шарм И вот в 2019 году он стал, он стал точно, ну как минимум ярче Потому что появились вот такие шикарные цвета, комбинирование, например, черная крыша, черные диски Ярко-зеленый цвет, и это выглядит очень круто, очень по-молодежному Но мне кажется, Шкода намекает, как бы, что давай, молодежь, налетай, этот автомобиль тебе точно подойдет Кстати, обратите внимание, черные зеркала не в цвет кузова Это такой, знаете, некий признак спортивности Ну, например, в этом конкретном автомобиле здесь у нас 1,6 и 110 лошадей Но для такого размера это очень-очень немало Ну, давайте рассмотрим экстерьер этого автомобиля Фирменная оптика от Шкода Мне прям нравится во всех Шкодах, это действительно очень круто выглядит Посмотрите, какие ходовые огни, они выглядят как, ну я не знаю, как некие такие переплетения такого хрусталя, что ли, я не знаю Ну, сделано очень прикольно То есть, это не ровные полоски, а такие, вот как-то это очень странно выглядит, но мне очень импонирует Фирменная радиаторная, черного цвета, во всех Шкодах сейчас, неважно какого цвета Автомобиль радиаторная, черного И это все, посмотрите, как отделено хромированными деталями Выглядит, ну так, недешево, я вам скажу Очень выглядит достойно Оптика, понятно, что самая современная, адаптивный Ксенон То есть, вот при том, что это, в принципе, достаточно бюджетный автомобиль Но вот в данном случае оптика очень крутая Она находится как бы внутри, внутри фары И вот эффект 3D в ней присутствует Выглядит очень круто Ну, есть противотуманки Хотя, мне кажется, противотуманки это уже архаизм, нет? Мне так кажется Итак, посмотрим на нее сбоку Посмотрите, это достаточно короткий автомобиль, класс супер мини Но очень прикольно сделано Вот нижняя часть зеленая Верхняя же часть у нас отделена, она полностью черного цвета И это не то, что кто-то решил там себе переделать Это вот на заводе она так вышла Стойки черного цвета, крыша черного цвета Сама она зеленая Диски тоже в этой комплектации черные Мне очень нравится это сочетание Такое спортивное, агрессивное, немножко молодежное Так, давайте назад сюда Переходим к багажнику Сзади она выглядит неплохо Я вам так скажу, спереди она мне больше нравится Вот честно Мне здесь не хватает некой остроты Вот в стопах Ну, они как бы фирменные, шкодовские То есть, вот мне хотелось бы, чтобы они вот куда-то сюда уходили Но нет, здесь, ну вот такое решение В принципе, неплохо Откроем багажник И тут я вот удивлен Потому что мне казалось, что в таких машинах очень маленькие багажники Но нет, он вообще багажник с одной стороны вроде бы небольшой 330 литров Но выглядит, вы знаете Но он не выглядит маленьким Точно, вот есть крючок Соответственно, вы можете прицепить пакет, который вы купили Там, не знаю, с какими-то покупками Он, чтобы тоже не болтался По словам Одним словом Тут, как всегда, много всяких маленьких фишек Очень прикольных Вот, например, смотрите Вот есть, видимо, это для бутылки Для чего Вы можете сюда ее поставить И она вот на такой резинке тоже будет держаться То есть, резинка Какое-то крепление Шнурочек Крючочек Липучка Ну, Шкода в этом плане, конечно, красавцы 330 литров Вот такой багажник Итак, автомобиль длиной 4 метра Переднее сидение водительское подстроено под меня уже Поэтому, ну, я не такой прям Обычного, стандартного роста Сейчас мы проверим, как мне будет удобно ли сидеть За таким же, как я Поэтому сейчас попробуем сесть назад Ну, она невысокая То есть, нужно немного пригинаться Когда вы залазите на задний ряд Ну, нормально В принципе, неплохо Подлокотника здесь нет Есть крепление изофикс Для детских сидений Кстати, обратите внимание Вот эти Внутри изофиксы тоже зеленого цвета Цвет кузова Очень прикольно Есть две Есть две USB-зарядки Сразу же позаботились об этом Чтобы не надо было вставить какие-то прикуриватели Ну, и вот такие кармашки есть, понятно В задних сидениях Это уже обычная штука Путешествовать в этой машине, наверное, на дальнее расстояние Пятером точно нет Четвером абсолютно нормально С детьми тоже Для автокресел тут места достаточно Под сидениями Вот знаете, бывает, что в автомобилях нет места вот под сидением Здесь место нормально Я ноги могу засунуть ступни полностью под сидение И колени у меня даже на данный момент не упираются до конца Вот я вот сел глубоко И нормально, абсолютно Слушайте, какая прикольная штука Смотрите Ха-ха, блин Вот это Вот я за это люблю Шкоду За вот эти всякие фишки Смотрите, у них в кресле В боковушках есть кармашки Смотрите Вот я сейчас спрячу Вот я возьму ключ от этого автомобиля И спрячу сюда, смотрите Это круто И то же самое с другой стороны Это прикольная штука Так, с задним сидением все понятно Пересаживаемся вперед Итак, мы за рулем новой Шкода Фабия Давайте заведем ее Может быть, с кнопки понятно Никакие ключи вставлять не нужно Хотя здесь есть в ключе вот такая штучка Для того, чтобы можно было вручную открывать двери Вдруг Ну, вдруг там села батарейка Еще что там Так, давайте посмотрим Значит, у нас, друзья Повторюсь, 1.6 110 лошадей Для габаритов этого автомобиля Мне кажется, более чем достаточно Потому что есть Шкоды, которые больше, чем Фабия Например, тот же Корок Поэтому, мне кажется, для этой машинки Это прикольный объем Итак, друзья Небольшой дисплей Но он сенсорный, кстати Обратите внимание Можно переключать радиостанции Можно посмотреть состояние автомобиля Что у нас с расходом Сколько у нас осталось до заправки Вот 120 километров Можно вставить SD-карту Подсоединить свой смартфон Например, Apple Car Либо Android Car Вы можете подсоединить к этому автомобилю И есть, кстати, вот такая Смотрите, по поводу этих всех креплений Вот у нас есть маленькие подстаканчики И есть вот такая штучка Смотрите, мы ее вставляем И она идеально подходит, чтобы вставить свой смартфон Так, здесь у нас что еще Здесь у нас небольшая ниша Все такое прорезиненное Ну, повторюсь, что Это мы спрячем перчаточный ящик Кстати, смотрите, что я нашел в перчаточном ящике Зонтик Skoda Маленький презент для нас Ну, дождя сегодня вроде бы не ожидается Поэтому мы его оставим здесь Так, что еще Мультируль Руль вот фирменный Такой, как сейчас во всех Skoda Он узнаваем сразу же Он такой небольшого размера Такой рельефный И опять-таки, вот у меня чего-то Видимо, из-за цвета этого автомобиля Мне такое ощущение, что Что это какой-то маленький, спортивный Такой дерзкий автомобиль Очень хочется на нем проехаться Вот это все, я так понимаю, пластик Но сделано очень неплохо Качество сборки Повторюсь, я уже такое делал на предыдущих обзорах Skoda Вот я специально, знаете, максимально ее пытался Практически вырвать эту Отделку Но нет Это невозможно Все сделано очень добротно Все сделано очень плотно Никаких скрипов Вот смотрите, крыша Вдавливаю ее Никаких Никаких скрипов Никаких Это, кстати, для очков Так, ну что Слушайте, с салоном Мне, в принципе, все понятно Регулируется все по высоте И по длине То есть, крыша я могу отодвинуть Могу поднять выше Себя Вот смотрите Это все вручную То же самое с рулем Руль у нас регулируется Вперед-назад Вверх-вниз То есть По настройкам все очень просто И все очень четко Так, подлокотник Подлокотник небольшой Он не регулируется вперед-назад Он регулируется только по высоте Вот он в нижнем положении Вот немножко выше он фиксируется В принципе, учитывая, что это автомат То есть Вы не У вас рука не постоянно, да На ручке Нормально По размеру Там даже есть небольшая ниша Посмотрите Помещается ровно Ровно один смартфон Например Вот он четко лег Прямо сюда Кстати, хотелось бы отметить Что возможно комплектация С классным Шкода Сыраунд звуком Вот так и называется Шкода Сыраунд Сабвуфер Ну, мне кажется Если молодежь уже покупает Такую тачку То понятно Наверное, хочется, чтобы звук Такой, знаете, прокачивал А если для людей более Старшего поколения Как я То вот такие вот фишки Очень важны Посмотрите Здесь есть маленький такой Отсек для мусора Он прям-таки нарисован Гарбач Сюда вставляется вот там Пакетик И вы просто открываете Выбрасываетесь Там, не знаю Что вы там Огрызок от яблока Или еще что-то Закрываете И у вас вот такой появляется Маленький бачок мусорный Потому что Реально в автомобиле Ну, когда ты едешь за рулем И что-то там Ешь что-то Или еще там Пьешь что-то Куда-то нужно все девать Тут даже есть Маленький Маленький мусорный бачок Это очень круто Так, ну что Поехали кататься Итак, друзья Мы на Шкода Фабия 1.6 110 лошадей Ну, да Ощущение Очень похоже От того, как она выглядит Ну, какой-то такой Дерзости от нее Ожидаешь Вот она в ней есть Вы знаете Она в ней реально есть Я не скажу, что это прям такая Знаете, какая-то сумасшедшая Динамика или еще что-то Нет, я не об этом Я о том, что Ощущение, что это Вот такой маленький Юркий городской автомобиль Вот она Абсолютно присутствует В этой тачке Ну, кстати, мы сейчас Вот по ямкам едем Смотрите Достаточно комфортно Я что-то думал Она будет пожестче Вообще нормально Так, пройдемся Немного вот по снегу Давайте, смотрите Неплохо Неплохо Так, сейчас мы попробуем Так как тут 1.6 110 лошадей Попробуем со старта Вот разогнаться Ноль И резкий тормоз Класс Мне нравится Ощущение, что я управляю Этим автомобилем Это важное, мне кажется Ощущение Что на какую педаль нажимаю То и происходит Если нажимаю на газ Она едет На тормозно тормозит Иногда в машинах Вот нет вообще Знаете Смотрите В Fabia есть очень классная функция Понятно, что доп опция Называется Front Assistant Это датчик Который встроен в бампер И если автомобиль понимает Система понимает Что вы не успеваете Вовремя затормозить Перед Объектом Который Находится Перед вами Будто автомобиль Либо еще что-то Автомобиль сам Начнет Это торможение На самом деле Классная функция Мне кажется Чем больше Моментов безопасности В автомобиле Тем лучше Понятно, что Здесь есть Airbagи Даже в базовой комплектации Об этом даже не стоит говорить И понятно, что они Срабатывают Если вы пристегнуты И понятно, что нужно Пристегиваться Об этом мы неустанно Вам, друзья, напоминаем Что еще есть В этом автомобиле Система курсовой устойчивости Старт-стоп Который позволяет Экономить На расходе Ну и куча Понятных Датчики Датчики света Датчики дождя Это все опционно Вы там Хотите себе Ставите Хотите не ставите Это как сабвуфер Нужен ли вам Машине сабвуфер Станет ли она От этого лучше Наверное Для молодежи В принципе Эта машина Мне кажется Позиционируется Как молодежная тачка Мне кажется Это тоже Ну такой Немаловажный момент Чтобы в этой тачке Был хороший звук У нас комплектация Без сабвуфера Поэтому Нам остается Мечтать про это Вы знаете По поводу Вообще По поводу Вот этой комплектации Вот Я вам честно скажу Благодаря этой комбинации Цветов Зеленый С черным Можно простить Отсутствие Там сабвуфера И еще чего-то Я даже Если бы не было Секлоподъемников Типа Тут бы вручную Все было Я бы даже Это простил Потому что Ну реально Такой цвет Который будоражит Друзья Какие плюсы Небольшого автомобиля Для городского использования Ну напомню Что здесь Меньше 4 метров Длина Этого автомобиля И означает Что вам будет Конечно легче На нем Парковаться Чем на любом Автомобиле Который за 5 Метров Итак друзья Хоть это городской автомобиль Но мы решили проверить Все таки на бездорожье Потому что мало ли Ну заехали Не знаю За город На рыбалку На дачу Ну вот мы сейчас Нашли дорогу Которая в принципе Является бездорожьем Такая даже Обычная Проселочная Знаете Ну пока что ничего Клинис мы не цепляем Абсолютно спокойно ели Клево Вообще вот Мне нравится В этой машине Такое ощущение Сбитости Такое Знаете Какой-то Он такой Все плотное Компактное При том что она Вот небольшая Возможно из-за этого Но ощущение Что она Именно поэтому И такая Четкая Знаете Мощности хватает С головой Важный момент Хотел бы обозначить Это шумоизоляция В этой машине Это для меня удивительно Но в ней реально Есть Шумоизоляция Потому что Вот мы едем И мы тут общаемся И это Как-то обозначили Этот пункт Все присутствующие Автомобили А сейчас Автомобили 12 человек Кстати Оператор Режиссеры Звукорежиссеры Монтажеры Продюсеры Финансовые Директора И охранники Ладно Шучу Настроим машин Но всем Шумоизоляция Зашла К концу нашего теста Мы все равно Вымызли Чистенькую Красивую машину Но я думаю Что нас не обидятся Друзья Итак Шкода Фабия Новая Абсолютно Красивая Зеленая Я так ее описал Кому эта тачка Подойдет Эта тачка Однозначно Подойдет Студенту Молодой девушке Которая хочет Себе первую Наверное Машину И хочет Чтобы она была Яркая И выделялась Из толпы Или возможно Даже взрослому Человеку Которому надоело Все это серое Вокруг И он хочет Чего-то яркого И при этом Компактного И достаточно Доступного Это точно Про Шкоду Про Шкоду Фабия Мне понравилось Возможно Я уже вырос В 3-4 Мне уже хочется Побольше машину Но от этой машины Я получил удовольствие Сегодня Все Друзья Всем спасибо Будьте осторожны За рулем Субтитры сделал DimaTorzok